Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Досмотрите видео до конца, я покажу экономические события, на которых можно заработать. А сейчас давайте посмотрим сигналы, которые я подготовил на эту неделю в терминале MetaTrader. Что касается евро-доллара, здесь мы находимся в консолидации, цена пошла вниз, но у нас хороший уровень сопротивления остался, поэтому если цена развернется наверх, то в районе 1.16.62 можно будет делать сделки на продажу. Британский фунт иена находится в нисходящем тренде, но на М15, поэтому сделка краткосрочная будет и в районе 156.474, если цена вернется сюда, то здесь можно будет делать отложенные ордеры на продажу. Но сейчас сигнал слабенький, потому что цена еще не сильно отошла. Если она еще пройдет вниз, все-таки вернется, сигнал будет сильнее. Евро-канадец, также на небольшом таймфрейме М30, на H1 видно, что это такая вот консолидация, здесь платформа сопротивления внизу, на М30 видно хорошо эту линию поддержки, ну не сопротивление, да, извиняюсь, поддержки, поэтому в районе цены 1.43.31 можно будет покупать. Новозеландский доллар к доллару нарисовал такую фигуру интересную, максимумы, да, мы видим хорошие, отчетливые. Если также вернемся наверх, то в районе цены 0.7172 можно будет делать ордера на продажу. Доллар-иена находится в нисходящем тренде, в долгосрочном, ну тоже на небольшом таймфрейме, да, вот на М30 видно тренд, и на М15, и видим, что хорошее сопротивление в районе 113.83 можно будет продавать. Доллар-франк в нисходящем также тренде, но намечен сильный разворот, движемся к линии сопротивления, в районе 0.9216 можно будет продавать. Ну и британский фунт, швейцарский франк, напоследок, находится в большом таком треугольнике, сейчас цена оттолкнулась от линии поддержки, и движемся наверх. Если достигнем верхнего уровня сопротивления, то в районе 1.2743 ориентировочно можно будет делать сделки на продажу. Вот такие рекомендации. Что касается экономических новостей. В понедельник, вторник ничего интересного, а вот со среды у нас начинается решение по процентной ставке в Канаде. Так, в четверг у нас решение по процентной ставке в Европе, в ВВП Америки будет, и в пятницу будет ВВП Германии и ВВП Канады. Всего за месяц, а мы в Германии за квартал, а в Канаде за месяц. Но тем не менее, налицо хорошее расхождение, да, вот по Канаде, например, минус 0.1, а будет 0.7. Вполне возможно, что будет хорошая новость, поэтому и хорошая волатильность. Вот такие вот рекомендации. Кстати говоря, как торговать на новостях, я на своем канале выписал недавно ролик. Переходите на мой канал, ссылка в описании, смотрите видео о том, как зарабатывать на новостях. Ну а всем успешно желаю торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока.